Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Барух Юабов. Я врач из Нью-Йорка, но сегодня я бы хотел предоставить вашему вниманию другую сторону моей интеллектуальной деятельности, это изучение Торы. И хотел бы пригласить вас поделиться со мной вашим временем и впечатлением и хотел бы обсудить с вами книгу, называемую «Седер Олам Раба». Книгу, написанную нашими мудрецами в II-III веке этой эры. Книгу, важность которой в еврейском образовании очень-очень трудно переоценить. «Седер Олам Раба» дословно переводится «порядок мира», «глобальный порядок мира». И здесь, конечно же, не говорится о геополитических отношениях древних империй друг с другом. Там говорится о хронологии, о взгляде наших мудрецов на библейскую хронологию, начиная с «Сотворения мира» и заканчивая разрушением второго храма. Какое это отношение имеет к нам и в чем важность этой книги для нас, спросите вы. Важность просто невероятная. Дело в том, что эта книга преталмудическая, и ее использует Вафилонский Талмуд как непререкаемый авторитет, как авторитет в последней инстанции вопросов библейской хронологии. Во всех параллельных местах книга Седоролам цитируется Вавилонским Талмудом, и Вавилонский Талмуд всегда практически соглашается с выводами этой книги. Поэтому, если мы хотим, изучая в нашем еврейском образовании Вавилонский Талмуд, мы должны в какой-то момент поразмыслить и попытаться понять, откуда Вавилонский Талмуд берет ту или иную дату, тот или иной период времени, тот или иной возраст. Допустим, каждый из нас отмечает по еврейскому календарю, совсем недавно мы отмечали Рошана, Новый год, который носил такое число 5781. Откуда взялось это магическое число? Допустим, мы часто слышим, что евреи в Египте были 210 лет. Откуда взялся этот период времени? Хотя в Торе написано 430. Наши мудрецы говорят нам, что Яков Авинов был 14 лет в Ешиве. Откуда выводится это? Наши мудрецы говорят нам, что в восьмой день освящения Мишкана был первый Ниссан. Откуда такой вывод? Наши мудрецы говорят, что Исхаковину было 37 лет, во время, когда его отец приносил его на жертвенники Всевышнего. Откуда берется такой возраст? Наши мудрецы говорят, да что перечислять, очень много цифр, периодов, которые не написаны открытым текстом в библейских книгах. Откуда они выводятся? Как они выводятся? Вавилонский талмуд принимает эти выводы из книги Седоро Лам. Поэтому изучение этой книги позволяет читателю понять, откуда эти цифры берутся, какие методы используются при их выводе, являются ли здесь интеллектуальные или некие логические правила, или эти цифры являются результатом древних традиций, переданных в еврейском народе с библейских времен. Знание этого позволяет нам понять лучше то, что говорят наши мудрецы в Талмуде. Более того, те из нас, кто изучают библейские книги с комментаторами, с Рашей, Ибнезрой, Ражбамом, Рамбаном, Радаком, так или иначе в процессе своего изучения сталкиваются с определенными дискуссиями на тему дат, периодов, возрастов. И иногда наши комментаторы соглашаются с выводами, которые говорит вавилонский Талмуд, цитируя Седоро Лам. Иногда они оспаривают их и приводят альтернативные понимания строчек. Если мы хотим по-настоящему понять, с чем соглашаются или не всегда полностью соглашаются наши средневековые комментаторы, мы должны знать эти мнения, эти выводы Седоро Лама. И человек, незнакомый с ним, скорее всего, до конца не понимает, что говорят те или иные комментаторы. Поэтому я предлагаю вашему вниманию эту книгу. Она издавалась с тех пор, как появилась книга печатания у евреев. То есть до 16 века это были рукописные манускрипты. Первое издание Седоро Ламраба было сделано в Мантуа в 1513 году. Впоследствии она издавалась в Константинополе и в Венеции, извиняюсь, тоже в 16 веке. В 1711 году она издавалась в Амстердаме. Оно издавалось в Праге. Оно издавалось... Где только оно не издавалось. И даже часто она издавалась с переводом на латинский язык. Потому что другие народы тоже были очень заинтересованы в еврейском понимании библейской хронологии. Из комментариев на эту книгу... Темы, обсуждаемые в этой книге, как я уже сказал, обсуждали издревние наши мудрецы, обсуждали средневековые комментаторы. Но серьезные работы, именно касающиеся книги Седоро Лам, были сделаны Виленским Гаоном, Равильяву из Вильна. Также Равьяковым Эмденом, одним из выдающихся шкенавских равинов, Яавец. В более позднее время, в 20 веке, профессор Мельковский защитил докторскую диссертацию в Вильском университете в 60-х годах 20 века, тоже на тему Седоро Лама, Раббай Вайнберг в 1987 году написал короткий, довольно серьезный анализ книги Седоро Лам. Мне посчастливилось в течение долгих, многих лет быть учеником и сидеть и учиться у Раббхайма Гогенхаймера, выдающегося израильско-швейцарско-американского математика, профессора Эмеритуса, который приложил свои невероятные интеллектуальные таланты также к еврейской литературе. В частности, он перевел и прокомментировал весь Иерусалимский Талмуд. Он сделал глубочайший анализ пасхальной Агады. Он написал комментарий на Хумаш, на книгу Тейлин, на книгу Иова, и также на книгу Седоро Лам Рабба. Мне довелось пройти эту книгу с ним вместе не раз. И сейчас, когда моему учителю 97 лет, и он, к сожалению, не может вести такой же активный образ жизни, как раньше по состоянию здоровья, как совсем недавно по состоянию здоровья, в его честь я бы хотел сделать, предложить вам вашему вниманию цикл лекций, посвященный этой книге. Постараюсь сделать их интересными. Доктор Гогенхаймер посвятил этот свой труд своей супруги Хави Гогенхаймер, потомку целой плеяды мудрецов, ашкенадских раввинов из города Франкфурта. И он написал это одной фразой. Я посвящаю этот труд моей супруге, чье терпение и забота и поддержка сделали все мои изучения возможными. Пользуясь своим служебным положением, я бы также хотел посвятить этот цикл лекций своей супруге, чье терпение и внимание делает все мое изучение возможным. В принципе, и каждый из вас, дорогие друзья, зрители и слушатели могут посвятить свое изучение этой книги с нами вместе своим супругам, которые, а те, кто еще не женат или не замужем, могут посвятить это, сделать это в честь ваших родителей, чье терпение, любовь и забота делают все ваши, все наши изучения возможными. Итак, дорогие друзья, я приглашаю вас на цикл лекций, посвященной книге Седору Лам, раввинская точка зрения по поводу библейской хронологии. Большое спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok